В сегодняшний воскресный день Святая Церковь предложила нам удивительное евангельское благовестие о том, как Иисус Христос после того, когда из Галилеи Он переправляется на лодке вместе с учениками своими на другой берег в страну Генесирецкую, там встречает человека, непростого человека и не просто больного человека, а бесноватого человек, в котором находились духи нечистые современный мир живет так, как будто их и нет как будто нет дьявола один из святых в нашей Церкви сказал самая главная победа сатаны сегодня заключается в том что ему удалось убедить современное человечество что будто бы его нет вот и живут люди едят, спят приобретают, покупают, размножаются обустраивают свое жилище и не опасаются от того, что реальная сила зла сила тьмы, облеченная в дьявольскую силу реально существует такому человеку не надо не молиться зачем ему молиться? зачем ему осенять себя крестным знаменем? зачем ему говорить огради нас, Господи, силою, чеснагу и животворящего креста и сохрани от всякого в том числе видимого и невидимого зла? а раз человек об этом даже не помышляет он и не крестится он и не молится такому человеку и в церковь-то ходить зачем? он и дома может помолиться зачем ему исповедать грехи свои когда умрет и ничего не останется похоронят и забудут человека ведь после смерти человек как бы сразу забывается но и при жизни человек входит в этот мир ангелов и в мир ангелов злобы, мир тьмы и ведет эту борьбу ради чего? ради того, чтобы спасти свою душу от зла и наследовать вечную жизнь там, где уже нет болезни, печали, воздыхания но жизнь бесконечная без этих падших духов тьмы откуда мы о них знаем? что вообще-то они существуют и почему это мы должны верить кому-то что силы тьмы, силы сатанинские реально существуют? силы зла об этом сказано в Священном Писании прежде всего о том, что Бог не сотворял сил зла Бог сотворил весь этот мир, видимый и невидимый так вот в разделе невидимого мира мы понимаем создание мира ангелов светлых, добрых, любящих Бога, послушных Ему но один из ангелов возгордился и не захотел быть послушным Богу он отступил от Бога, потому и называется Бог-отступник и всякий, кто отступает от Бога уподобляется дьяволу как тот, отпавший от Бога и за собой смотрите, остался не один увлек за собой треть светлых ангелов и они потеряли свой свет они потеряли доброту они стали злыми смрадными безобразными мрачными мерзкими черными почему и называют их силы тьмы отступившие от Бога света и всякий, кто отступает от Бога погружается во тьму и не только сам он ополчает вокруг себя еще себе подобных тем самым отвлекая от Бога от молитвы и от жизни по вере и вот сегодня мы слышим, как Иисус Христос подходит к человеку в котором было множество демонов и что мы слышим когда подходит Христос к этому человеку тот увидев Иисуса вскричал пал пред Ним и громким голосом сказал что тебе до меня Иисус Сын Бога Всевышнего умоляю тебя не мучь меня вы слышите что говорит дьявол который был внутри этого человека человек не мог знать Иисуса а дьявол знает что пришел тот который победит силы зла который упразднит силу дьявольскую и вот он уже находясь в этом человеке кричит ему не просто говорит а кричит что тебе до нас Иисус он знает не только по имени но и называет исповедует его Сыном Божьим сегодняшние атеисты не называют Иисуса Сыном Божьим а дьявол знает и кричит и просит и умоляет и по-своему молится чтобы он не мучил его ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека потому что он долгое время мучил его так что его связывали цепями и узами и сберегая его но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне Иисус спросил его как тебе имя он сказал легион потому что много бесов вошло в него и они просили Иисуса чтобы не повелел им идти в бездну тут же на горе послось большое стадо свиней и бесы просили его чтобы позволил им войти в них и Христос позволил им бесы выйдя из человека вошли в свиней и вот посмотрите дорогие братья и сестры действо сил зла которые именем Иисуса Христа изгоняются из этого несчастного человека и вошли в свиней и бросилось стадо скрутизны в озеро и потонуло пастухи видя происшедшее побежали и рассказали в городе и в селениях и вышли видеть происшедшее и придя к Иисусу нашли человека из которого вышли бесы сидящего у ног Иисуса одетого и в здравом уме и ужаснулись видевшие же рассказали им как исцелился бесновавшийся и просили его весь народ гадаринский окрестности удалиться от них потому что они объяты были великим страхом он вошел в лодку и возвратился вот дорогие братья и сестры в сегодняшнем Евангелии настолько ясно показано действия сил зла что они во-первых мучают человека этот человек страдает он беснуется он злится он раздражается и вот эти признаки беснования мы можем увидеть в современных людях человек который кричит раздражается злится достаточно подойти такому человеку к зеркалу и посмотреть в него чтобы увидеть образ дьявола поэтому дорогие братья и сестры мы сегодня должны не только вникнуть в природу этого происхождения что мучает людей причем это не только одного ведь сегодня силы тьмы могут одержать целое общество людей и посмотрите что происходит среди бандитов которые одержимы воровством пьянством развратом наркотиками и прочим прочим объединяются друг с другом чтобы эту шайку увеличивать эту такую банду чтобы потом успешнее действовать потому что их должно быть больше в одиночку им тяжеловато мы с вами видим что происходит сегодня на Украине не стесняясь сатанинской символики люди объединяются вооружаются и используют современные средства вооружения которым активно поступает ассатанелый запад который уже не только там меняет пол с трехлетнего возраста не только то что там садом и гамора через лгбт парады и прочее растление людей о чем мне с высоты амбона срамной глаголоти вот это все сегодня насаждается и у нас в России один из конгрессменов американского парламента даже заявил Россия это православная страна со своими традиционными ценностями именно поэтому мы будем с ними воевать чего бы не стоило это Соединенным Штатам Америки вы слышите причина не потому что здесь люди другие живут потому что это православная страна потому что это те люди которые в храмы божии ходят которые богу молятся которые христианскую семью где есть любовь верность вера сохраняют где рожают детей они ходят на парады и оплодотворяются искусственно то есть это все неприятно силам тьмы они борются с теми кто сохраняет эти традиции и самое первое искушение претерпели на себе наши прародители Адам и Ева дьявол искусил Еву а то Адама и пошло вот это умирание это погибельное состояние человеческой природы после этого дьявол даже дерзнул искушать самого Иисуса Христа и вы помните когда Христос 40 дней постился приступил к нему дьявол и искушал его и что он услышал Христос когда отразил все искушения сатанинские сказал ему отойди от меня сатана вот слова которые мы должны произносить осеняя себя крестным знаменем всякий раз когда недобрые мысли когда недобрые пожелания страстные вожделения посетят нашу душу допустим живет муж с женой и понравилась какая-то другая замужняя женщина неверующий скажет ну и что сейчас так многие живут а верующий скажет отойди от меня сатана ты мне соблазн у меня есть жена у меня есть дети у меня есть семья точно так и жена скажет при соблазне с другой стороны сгинь нечистый у меня есть муж у меня есть семья у меня есть дети избави меня господи силой и честна бежевотворящего креста и сохрани меня от этой дьявольской мысли даже не то что действо и вот многие люди кто так бодрствует бдит над своим спасением души рассказывает и потом на исповеди говорят вот раньше падали а когда стали Бога призывать осенять себя крестным знаменем и бороться не попускать себе этой слабости или другой это касается всех пьянство курение сквернословие скверну выпустил из себя демонов из себя выпустил и они рядом с тобой но они не уходят они видят что дом твой пустой там нет Бога нет молитвы нет покаяния нет причастия святого то они ходят по пустынным местам как сказано в Евангелии потом возвращаются обратно и находят дом тот души твоей пустым и вселяются в тот дом и бывает и тому дому еще горше еще хуже потому что дьявол берет с собой еще семь бесов лютейших себя и вот человек не поймет ну как это у меня все плохо все раздражает ничего не радует жить не хочется и дьявол доводит его до самого подоконника или до петли до самоубийства и говорит ну ты уже мой сделай последний шаг в ад и человек ну все уже плохо никаких надежд и делает этот шаг сколько сегодня суицидов от чего от отсутствия веры в свое бессмертие так говорил Федор Михайлович Достоевский человек который не верит в свою душу и в ее бессмертие жизнь такого человека неестественна немыслима и невыносима вот невыносима жизнь без Бога сегодня братья и сестры и дьявол подступает соблазнами осуждением тщеславием гордостью всеми методами он как лев рыкающий ищет вы слышите он не спит это мы спим а он не спит это мы где-то постимся а он вообще ничего не ест у него одна задача губить и губить людей потому что Бог любит человека а так как дьявол ничего не может сделать Богу он досаждает любимому творению божественному человеку то есть каждому из нас и когда мы поддаемся на эту слабину и падаем радость дьяволу и скорбь Христу за нас распятому мы тем самым еще проворачиваем гвозди в ранах Христову оскорбляя его милосердие его любовь потому что он все сделал для нашего спасения и он нам указал какими средствами нужно побеждать силы тьмы которые он сам отторг и нас учеников его научил и в завершение я хочу вооружить вас этими важными тремя очень необходимыми особенно в современном мире средствами первое из которых это крест господи поет святая церковь оружие на дьявола крест твой дал если нам трепещет Бог и трясется не терпяй взирать и на силу его яко мертвы и восставляет и смерть упраздни всего ради прославляем святое воскресение твое славим скажу вам одним примером однажды один колдун зашел в церковь и люди знали что он гадает ворожует привораживает и вот надо было ему зачем-то зайти и рассказывали что как раз зашел под конец службы эти люди не молятся они за другим там под куполом постоять зарядиться все это все лукавство все это бесовщина а батюшка как раз в конце службы выходит и как обычно мы даже не замечаем что происходит ну как обычно и батюшка осеняет себя Христом и говорит благословение Господне на вас и пусть Господь силой и честна Граждотворящего Христа сохранит вас от всякого зла как будто огнем говорит что это такое что из-за того что он делает огонь вышел на меня вот демоном вы слышали ты пришел мучить нас опалять вот крест опаляет силу тьмы поэтому первое оружие как только проснетесь куда-то вы ходите движетесь отправляетесь пешком или на машине обязательно крестите свой путь огради меня Господи силой и честна Граждотворящего Христа и сохраняй от всякого зла аминь второе оружие которое дал нам сам Христос это пост пост это не только ничего не есть пост это воздержание воздержание глаз от созерцания неприличностей сердце от зависти гордости тщеславия рук от хищения ушей от слышания неполезного ног от хождения ко греху вы слышите какой у нас пост у христиан живи по Божьему живи на чистой светлой стороне вот и пост у тебя а то что ты поел в меру своих сил это не значит что ты будешь там отделять в печенье а есть там молочный порошок ой нет есть молочный уже нельзя я же пост не могу нарушить да ты как говорится лучше съешь это печенье да домой к семье возвращайся на других женщин не смотри не кури не пей не матерись сердце мир свой сохраняй вот твой пост будет благоугодным Господу и последнее это молитва никак рот сей не изгоняется говорит наш спаситель Христос как только молитвою и постом значит молитва должна быть дорогие братья и сестры в каждом из нас и в сердце и дома и на работе и на улице ведь такую простую молитву что мешает нам читать непрестанно Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного а женщины говорят грешную Пресвятая Богородица Матерь Божия избавь меня от всяких врагов видимых и невидимых и помолись обо мне всех моих родных и не остави нас Царица Небесная вот такими простыми словами с живым Богом нужно разговаривать нужно призывать Ангела Божия Святой Ангел Хранитель Мой на соблюдение мне от Бога с небес дан от всякого зла сохрани меня и укрепи меня и дай мне Ангеле Мой силы и заступление от всякого зла и вот идет человек сидит молится не просто отвлекается а непрестанно молится ведь к этому зовет нас Христос непрестанно молитесь за все благодарите всегда радуйтесь вот орудие на дьявола которыми укрепил нас Христос вот тогда ты почувствуешь что когда ты начнешь молиться у тебя меньше будет зла меньше будет превозношения над другими потому что ты будешь просить именно этими словами Господи дай мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего меня Господи дай себе увидеть изнутри какой я а тогда уже до других у меня и дело не останется а когда я всех других вижу нехорошими вы представляете тогда какой хороший я я никого других не замечаю только грехи других людей а в себе ничего плохого не вижу а когда начинаю вот туда заглядывать и уже начинаю усерднее молиться Господи прости меня Господи в этом каюсь исправь меня Господи помоги мне Господи а вот тут мне нужен крест Господи укрепи меня огради меня от этого бесовского искушения это кругом эти бесы сегодня не просто там под лавкой сидят там какие-то черные мерзости это страсти это все чрезмерное не случайно говорят страсть это все что через меру можно покушать меру можно а через меры уже объелся уже страсть уже потешил дьявола можно иметь супружеское общение с женою можно а когда это уже настолько там когда уже за пределы семьи выходит это уже чрезмерная страсть это уже грех дьявольское искушение молиться надо не допускать этого человек может все что хочет то есть свободно применять себе но но в меру и все что чрезмерно уже страсть а страстями управляет как раз таки духи падшие поэтому к бесстрастию к этому равновесию к этому спокойствию миру зовет нас святая церковь дай господи дорогие всем нам вооружившись силой честного животворящего креста молитвой непрестанной не просто вычитанным утром правилом вечером еще прочитаем а непрестанной молитвой и воздержанием от греха спасаться от сил дьявольских которые есть они никуда не делись и они будут искушать нас до самой смерти и даже запомните на смертном адре они явятся нам они явятся и будут искушать там и будут говорить вот теперь ты уже мой мой потому что ты делал то ты делал это вот в этом ты сделал и даже не раскаялась или не раскаялся ты идешь к нам а вы говорите нет я божий грешил а перед господом моим каялся а господь пришел не праведников спасти а таких как я грешников он и пришел для того чтобы спасти нас и призвать покаяние и мой христос сказал всякий верующий в меня и любящий меня не умрет но будет иметь жизнь вечную и тогда отступают эти силы тьмы и начинается вот эта борьба ангелов добрых которых мы призывали в жизни и сил тьмы за душу человека и как важно нам это понять пока мы живы вот тогда меньше будет у нас отвлечения на всякую ерунду куда мы все отвлекаемся что нам надо купить во что одеться что пить что есть да еще повкуснее будем чаще молиться чаще креститься осенять себе крестом и конечно дорогие будем воздерживаться от всякого греха особенно в это непростое время лучше постараемся помочь тем кто еще этого не знает объясним тем кто может быть не имеет что поесть от себя поделимся вот это и есть потихонечку восхождение в силу спасения нашей души аминь это как это не это